Баттл потом сделаем, посмотрим. Итак, встречаем команду из города Запорожья под названием Парень, парень, парень! Встречаем! Команда Парень, парень, парень! Всем привет, привет, привет! Сразу хотим сказать спасибо тем, без кого бы мы сейчас здесь не стояли. Apple Music, спасибо за семью. Команда, команда, парень, парень, парень! Если что, это наши настоящие имена. По паспорту нас отчество мужчиныч, мужчиныч и мариныч, но у него мама там что-то в семье главное. Парень, парень, парень! Не знаю, Владик какие-то для своей шутки начал шутить. Вообще, это Марик. Марик занимался вокалом. Знаете, он когда поет, вообще все подушки и... он вообще когда поет, вообще когда поет, все бокалы лопаются. Батя, не переживай, пластиковые не лопаются. Кстати, Марик очень особенный таксист. Чтобы вы понимали, у него место отцена, три Арсена Мерзояна из пяти. Тю, так это нормально. У Валера вообще один брат Борисенко из двух. Это Владик. Мы его называем Владик Юйон. Ну, его просто когда девушки бросают, он обратно возвращается, забирает все, кроме щетки и уходит. Я называю это Кэшбэк. Я называю это Карис. Это Кирилл. Кирилл в команде у нас немножечко вяленький, поэтому перед игрой три раза сходил на флюорографию, чтобы немножко зарядиться. Но команда у нас получается неординарная. Вот Марик, когда злится, начинает песни Лепса петь. Ребята, это катастрофа. Человечек один раз так разозлился, что в коробке на Майдане коробку майонеза выиграл. Да я тогда столько майонеза выиграл, что мне девушка перед выбором поставила. Либо я, либо майонез. Либо она, либо майонез. Ну, я как настоящий мужчина выбрал ее. Ну, правильно. У нее же тоже який скоролевская цена народна. Ребят, по-моему, мы опять что-то забыли. Конечно забыли, потому что у вас в телефоне только три заметки. Забыть Риму, не забыть, забыть Риму и закрыть заметки. Девка, 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 девка. Извините, просто Марик поскорее хочет попасть в команду мужчина, мужчина, мужчина. О, и тебе привет, Инесса. То есть она серьезно разговаривает с воронами. Чувак, то есть то, что она вчера с памятником Богдана Хмельницкого обсуждала планы таквина поляков, тебя вообще не смущает, да? Так, упустим этот момент, пожалуйста. Рассказывайте лучше, о чем с залом общаетесь. Да так, про свою жизнь счастливую рассказываем. Про свою счастливую жизнь? Серьезно. Инесса, зови друзей, пусть поржут. Ладно, ладно. Марик вот недавно на экскурсию съездил в Чернобыль. Что в льготу получить? Зато сюда за полцены приехал. Странно, что родители с себя деньги берут. Подожди, подожди. А че ты, че ты на Марика-то всегда гонишь? Ты такая красивенькая вся стоишь. Товая прическа? Нет. Обувь? Нет. Рубашка? Нет. Марик, ты как всегда прекрасно выглядишь. Алло, вы не про кого не забыли? Извините, забыли представить. Это участник нашей команды. Мы-то его выигнали давным-давно. Но он, походу, так-то хакер какой-то. Вот. Залез в экран и никак вылезти не может. Но ничего, ничего. Сделаем услугу районизатором, а то шо вы, зря за аренду экрана платили, а? О, Марик, и ты тут, а я уже расстроился, что ты вылетел с пирога на Майдане. Не напоминай. Рюмка в водке на... Марик, парик, парик, успокойся. Та в натуре, ну че он начинает-то? Он только на экране, что он нам сделает? Он без нас, ни одной миниатюры показать не сможет. Это легко. Иисус, что сносилось одежда и нет денег на новую. Итак, представьте, голый Иисус в микроизвайме. Так, подождите, подождите. Иисус для Бердянска не актуален. Здесь люди мэра на третий срок оставляют, они уже знают, во что верить. Иисус для Бердянска не актуален. Здесь все, что тебя пытается, все, что меня пытается, все только начинается, начинается. И все, что тебя пытается... В общем... Че стоял? Песня классная. И еще у меня вдвоюродный братьев умер под эту песню. Все, что тебя пытается, все, что меня пытается, Просто очень люблю твоего его прадеда. Ребята, фестиваль — повод для того, чтобы подарить подарочки. Ну и вот, мы решили подарить подарочки нашим девушкам-тренерам. Потому что что? Правильно! Девушки — цветы жизни. Ребята, затащите подарки! Не знал, что гвоздики — это цветы жизни. А кроме гвоздичек что-то было? Дедушка гвоздики любил. Понятно. Алина, извините, что так. Алиночка, Алина, чайечка вы моя бердянская. Вот вы не знаете. Оля — мужчина. Есть? Есть? Ааа, дети. Есть? А в АТБ она любит ходить, не знаете? Подождите, можете ответить? Да, мне для шутки здесь. Есть? Да? Ну, значит, она знает, что такое разумно выберу. Олечка, извините, что так. Знаете, я вообще с вами первый раз общаюсь, но буду использовать свою тапсику, так как я общаюсь со взрослыми девушками. Оля, купите нам пиво, пожалуйста, после этого. Нам просто не продают. Ну, хватит, хватит, ну, Кирилл. Так что, вы не поймите, если бы я хотел делать зла, я бы заставил посмотреть вас. Коханом убиваем, но дитей. Снова это зеркало и шрета. Ну, честное слово, зачем в ГТК поставили экран? Мы бы, как нормальные люди, выступали без него. Вы же одна команда, не две команды, не 8,45 команды, не 16 teams. Да, мы поняли, поняли. Все, давай, уходи. Она ушла. А как говорится, если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути фестиваль уже не вернуть. А единственное, что мы сейчас можем вернуть, так это популярность Андрею Губину, например. Нет, мы не будем говорить, что не будем мы играть. Может быть, это судьба, может быть, это судьба. Мы познакомились давно, нам не страшно ничего. Это легче, чем рожать, не знаю, не пробу ли. Мы, сейчас, вот Шевченко, мы, сейчас, это наш Шевченко, так, неплохая сценка, извините, наш Шевченко. Мы, здесь чуть-чуть пошутим, мы, чуть-чуть подпиетесь, вот такая вот команда. Здравствуйте, здравствуйте, познакомьтесь. Команда, парень, 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 город Запорожье. Итак, уважаемые тренеры, временной промежуточек прошел, и вот так. Вот как хорошо поменяли, да, у нас сиденье в ГДК, вот удобно сидеть, не подниматься, не хочется, да, у вас? Итак, никто пока не поднимается, а, ребят, спасибо вам огромное. Друзья, давайте поблагодарим, вот, пока режим ожидания. Веселее, позитивее, все будет хорошо.